Цветение этой азиатской красавицы никого не оставит равнодушным. И вот мы с моей Дуняшей, проходя мимо, каждый раз останавливаемся, чтобы хорошо рассмотреть эти яркие, красивые гроздья цветов. Название этого растения – лагерстремия индийская. Она покоряет своим пышным цветением и красивой формой кроны. И соцветия расположены на концах веточек. А ее нежный аромат слышен только вблизи. Этот кустарник или небольшое дерево еще называют индийская сирень, банабба, гордость Индии, божественным цветком называют, мистическим деревом. Лагерстремия индийская или индийская сирень – это одно из красивейших декоративных многолетних растений во всем мире, произрастающие исключительно в странах с теплым и мягким климатом. А родиной этой пышноцветущей красавицы являются Китай и Индия. Лагерстремия представляет собой листопадное древовидное, но часто выращивается в кустовидной форме, отнесенное к семейству дербельниковые. Как садовую культуру увидеть лагерстремию можно на Средиземноморье, а также нередкость она и на побережье Черного моря. Но не все сорта выдерживают эти зимы. В роду насчитывается до 25 разновидностей. У лагерстремии индийской гладкий серебристо-серый пятнистый ствол высотой 5-8 метров и шириной до 8 метров. Листья от овальных до эллиптических длиной 2-7 сантиметров. Индийская сирень – очень красивое растение, которое становится главной гордостью каждого цветовода. Дерево известно необычными по форме цветами, собранными в соцветия и покрывающими всю крону. Цветет азиатская красавица с июня по октябрь, образуя на концах молодых побегов некрупные по 2,5 сантиметра в диаметре цветки. Они собираются в метелки, которые в длину достигают 35 сантиметров и более. Бутоны, формирующиеся на коротких черешках, напоминают плотные шарики и распускаются постепенно, начиная с нижней, с широкой части. Цветок состоит из нескольких лепестков с волнистым краем. При распускании он превращается в махровое чудо, напоминающее миниатюрную розочку. В середине его выступают ярко-желтые тычинки. Огромное количество цветков белой, розовой, пурпурной, малиновой, красной. Окраски осыпают кусты и поражают своим пышным великолепием. В период цветения лагерстремия привлекает насекомых, которые ее опыляют и способствуют образованию семян, пригодных к прорастанию. Лагерстремия легко размножается и семенами, и черенками. Кора на побегах и ветках светло-коричневая. Она отшелушивается. Форма листьев зависит от сорта. У большинства сортов ярко-зеленая листва, а некоторые имеют необычную окраску, от золотистой до почти черной. Осенью цвет меняется. Такое необычное имя южная красавица получила в честь купца Магнуса фон Лагерстрема, дарившего необыкновенные саженцы губернаторам средиземноморских городов. Он в 1747 году, возвращаясь из путешествия, решил оставлять в качестве подарка всем губернаторам портовых городов на Средиземноморском побережье необыкновенные растения, обладающие великолепными соцветиями из ярко окрашенных цветков. Растение и получило в честь этого человека свое имя. А в Британию Лагерстремия попала только в 1759 году, а в 1790 году о ней стало известно на землях Соединенных Штатов. Несмотря на всю красоту, настоящее признание она получила только в 1924 и в 2002 годах. Растению были присуждены награды на садовых выставках, вот дважды за все время. Были попытки ввести в культуру и другие виды из Юго-Восточной Азии, например, Лагерстремию прекрасную и обильно цветущую, но растения оказались неустойчивыми и погибли в зимний период. Древесина Лагерстремии настолько прочная, что ее применяют не только для создания мебели и столярных изделий, но и на ее основе изготавливаются даже мосты и железнодорожные шпалы. Кроме того, индийская сирень практически не страдает древесными заболеваниями, но очень сильно поражается мучнистой росой. Индийская сирень просыпается намного позже других растений. Иногда, если цветовод недостаточно опытен, то ему кажется, что растение погибло. Лагерстремия изящная, которую местное население Индии, Филиппин и юго-восточных районов Азии называют банабба или же мистическое дерево или еще божественный цветок, ее издавна принято использовать для нормализации уровня сахара и инсулина в крови. Кроме того, растение может служить для снижения аппетита и общей массы тела. Лагерстремия Индийская используется в декоративном дизайне. Растение широко применяется в оформлении оранжере и парков, формировании небольших декоративных групп, в качестве соли, участвует в садовых выставках.